Глазки, там бровки, ротик, носик. И будут полосочки такие тигровые. Вот так рождается символ наступившего года. Не в тайге и не в джунглях, а в руках мастера фабрики хохломская роспись в российской глубинке, в городке Семёнов Нижегородской области. И пока вся Россия гуляет, здесь работают в три смены без выходных. Новогодние рождественские праздники у мастеров хохломы – самая горячая пора в году. Производить сувениры в честь года тигра здесь начали ещё в июле. И вот Новый год уже наступил, а заказов на связанные с ним росписные изделия ещё хоть отбавляй. «Вот все художники, мы стараемся людям принести радость вот через это, через всё, чтобы через нашу роспись, через наши вот эти вот изделия, радость какую-то тепло в дом. И поэтому, то есть это и для ребёнка, и для взрослого рассчитано». Тема Нового года здесь представлена и на подносах, и на шкатулках, а также в виде статуэток и сувенирных магнитов. Ну и, конечно, в форме традиционной матрёшки. Только теперь это не русская девица-красавица в платочке, а все главные герои новогоднего торжества. «Самый главный дедушка Мороз такой хорошенький, добренький, мягкий, пушистый. Снегурочка. А в снегурочке у нас располагается снеговичок. Да ещё и в снеговичке маленькая-маленькая новогодняя игрушка». На этой Семёновской фабрике крупнейшим производителем деревянных художественных изделий с хохломской росписью работает более полутора тысяч человек, в том числе более 400 высокопрофессиональных художников. Каждое изделие изготавливают полностью вручную. Раскрашивают в основном в традиционном хохломском стиле, используя всего четыре цвета – золотой, красный, чёрный и зелёный. «Ни одна игрушка новогодняя не повторяется. Они каждая разная, каждая по-своему хороша, по-новому звучит. Хотя цветов-то вроде бы всего-то четыре цвета. Вот нам так традиция диктует». Хохломская роспись – это яркое самобытное явление русского народного искусства. Возник этот традиционный художественный промысел в 17 веке в Нижегородской губернии. Своё название он получил от крупного торгового села Хохлома, куда на торги свозились все деревянные изделия. Традиции древних мастеров сохраняются и приумножаются в этих краях и по сей день.